добрый день дорогие пекари сегодня я предлагаю вам освоить новый рецепт называется он эксан прованс и как вы можете догадаться это французский хлеб региональный рецепт очень люблю региональные хлеба это всегда что-то необычное что-то новое или интересный состав или необычная формовка как в этом в хлебе или какая-то новая классная технология всегда это интересно всегда нового и давайте с вами начинать для регионального хлеба эксан прованс нам понадобится мука французская 65 она соответствует российской муки высшего сорта но я буду использовать первый сорт люблю его больше но сразу говорю любите высший сорт используйте высший сорт или французская т-65 также нам понадобится любая ржаная мука может быть активная может быть цельно-зерновая потому что здесь ее немного в принципе сочетание ржаной муки и пшеничной оно такое близкое к классическому деревенскому французскому хлебу но это более изысканный вариант также понадобится закваска пшеничная у меня на высшем сорте муки сейчас она на пике очень рыхлая очень красивые соли вода больше ничего не нужно можно смешивать в тестомесе в миксере любой технике который у вас есть я буду замешивать руками берем 100 граммов закваски эта пропорция на 2 хлеба если вам много делите пополам 300 граммов воды холодной ниже комнатной температуры 50 граммов ржаной муки и 450 граммов пшеничной муки сразу добавляем 10 граммов соли и замешиваем тесто тесто на этот хлеб довольно плотную не нужно делать его мягким поэтому даже если вы видите его плотноватым не стоит добавлять дополнительной воды когда тесто в миске соединилось переходим на замес на столе поскольку тесто плотное его удобнее всего вымешивать на столе провели первый замес теста она может быть еще не очень гладким не очень красивым и вот него вот отделяются какие-то части ничего страшного помещаем его вниз и оставляем минут на 15-20 по прошествии времени возвращаемся к нашему тесту смачиваем руки на его как следует замесить тесто плотное как я уже и говорила поэтому спокойненько замешиваем его самым классическим образом бабушкиным способом растирания и вот сейчас я не буду делать склеек в видео чуть прилипает значит смачиваем руки смотрите тесто замесилась за несколько секунд все она готова и чтобы тесто проще было подниматься в миске и чтобы нам затем проще было вынимать оттуда смазываем небольшим количеством растительного масла любого и укладываем тесто на брожение брожение тесто при температуре от 20 до 24 градусов тепла сейчас здесь у меня 19 я поставлю чуть-чуть поближе к батарее отопление чтобы было хотя бы 22 и через час сделаем обминку засекаем время через час брожение тесто делаем ему обминку слегка смачиваем руки переворачиваем тесто и проходимся по кругу пока брожение незаметное незаметное но слабое я вижу пузырьки газа не только-только начинают подниматься переворачиваем тесто обратно накрываем крышкой и оставляем еще на час прошел еще час смачиваем руки сейчас тесто уже заметно бродит переворачиваю его и делаю ему еще обминку переворачиваю обратно и оставляю еще на два часа прошло еще два часа брожения тесто на иксан прованс тесто хорошо поднялось звук глухой подпыляем муку на поверхность и сейчас делаем предформовку потому что я буду делать два хлеба будет два кусочка теста по 470 граммов делаем предформовку округление очень хорошо бродит тесто все в пузырях дегазируем и округляем подсыпаем чуть-чуть на поверхность и можем накрыть той же самой миской оставить минут на 10 на 15 после отлежки нужно сформовать для этого нужно взять ржаную муку держать ее рядышком нужно взять скалку пару листочков пекарской бумаги либо два маленьких полотенца берем наш подкатанный колобок подвину и намечаем одну треть можем прямо вот ребром ладони наметить дальше мы берем скалку и раскатываем эту одну треть вот такой язычок если прилипает подсыпаем муку и раскатываем еще мы полностью выпускаем газ делаем язычок круглым он должен быть такого размера чтобы полностью накрыть наш хлеб берем ржаную муку присыпаем и накрываем клапаном наш хлеб теперь его нужно аккуратно перевернуть уложить на бумагу подравниваем вас должен получиться такой полукруглый хлеб и подвигаю в сторону рядышком ставлю еще одну доску где мне все это будет расставиться делаю 2 также определяю одну треть аккуратно раскатывая вперед выпуская все пузыри присыпаем ржаной мукой набрасываем язык аккуратно переворачиваем и в перевернутом виде укладываем на лист пекарской бумаги отправляю на доску на которой мне удобно будет делать расстойку я уже говорила что листочки пленки я складываю не выбрасываю они у меня используются по несколько раз поэтому нахожу кусок пленки плотно заворачиваем дальше берем полотенца накрываем и оставляем на расстойку при комнатной температуре примерно на час двадцать час тридцать прошел час двадцать хлеб подошел хорошо духовку я уже поставила разогреваться на двести тридцать градусов печь буду сразу два хлеба на своем стальном листе и печь буду с подачей пара снизу я поставлю миску с кипятком на дно кипятка нужно всего 50 граммов так смотрите что мы делаем сейчас я смачиваю руку опрокидываю на руку и аккуратно перекладывая переворачиваю один хлеб тоже делаю со вторым опрокидываю на мокрую руку снимаю бумагу и аккуратно переворачиваю понадобится либо острый нож либо шпатель и делаем надрез примерно до половины ровно по центру влажными но не слишком мокрыми руками мы немного раскрываем эти лепестки берем муку в ситечке присыпаем визуально намечаем серединку и от серединки делаем такие несколько надрезов мы делаем симметрично теперь в миску наливаю 50 граммов кипятка ставлю на дно духовке и отправляю выпекаться сразу два хлеба при температуре 230 градусов через 15 минут я уберу воду и допеку еще при температуре 200 градусов минут 15-17 и достаем xan прованс из духовки представляете какая красота по-моему великолепно мне он очень нравится очень красивый горяченный румянейший ай как горячо хочу вам показать оставляю остывать разрежем и посмотрим какой внутри мой хлеб xan прованс полностью остыл и давайте посмотрим какой внутри потому что мне очень очень интересно смотрите какой хороший несмотря на достаточно экзотический вид мы получили очень хороший качественный красивый сформованный хлеб уберу срок смотрите какой прекрасный мякиш очень мягкий с хрустящей корочкой структурный средний пористый очень приятный по сути это очень универсальный хлеб для совершенно любого использования а его замечательный внешний вид вот такой нарядный он прекрасно подойдет для праздничного стола для ужина семейного для того чтобы порадовать гостей друзей кого угодно и вот это сочетание универсальности использования и интересного внешнего вида на мой взгляд делает хлеб отличным ой пахнет пахнет потрясающе по запаху очень сильно напоминает деревенский французский хлеб потому что здесь и пшеничная мука и ржана и такой вот достаточно классический состав очень ароматный вкусный замечательный хлеб с потрясающей текстурой сделайте его попробуйте обязательно пишите свои вопросы и комментарии будем с вами делать открытие открывать для себя новые рецепты будем продолжать печь и испечем еще много всего интересного подписывайтесь не забывайте подписывайтесь и пишите свои вопросы будем общаться